Девушки отдыхают Ну, как-то вот так вот, сложно сказать, как оброшел год, дошел, дошел, у меня не было такого, на что я целеустремлен, мои музыкальные пристрастия на тот период были достаточно обширными, я совершенно спокойно слушал папины кассеты с записями Аркадия Северного, Александра Новикова, до сих пор и того и другого люблю и слушаю, То есть, как бы, даже могу сказать, что в принципе, в какой-то степени их творчество немножко повлияло на меня, то есть, как бы, вот Собака лаяла на дядю фраера Потом, то есть, как бы, все-таки в конце 80-х стало больше информации, стали выходить всякие пластинки, там, та же Алиса, в принципе, в то время была достаточно неплохим коллективом, в принципе, и сейчас, но, как бы, не мое немножечко это, Как бы, я так же совершенно, я могу послушать, там, сходить на концерты, у меня куча знакомых Алисаманов, да, вот, до сих пор, но это немножко не мое И, как-то, вот, в один, как говорится, в один прекрасный день, не знаю, как это сказать, ну, как говорится, попался мне Мангун Шудан, там, вместе с Лаерским Ну, и дальше больше завертелось, понеслось, там, Pistols, Clashman, там, GBH, X-Porter, то есть, как бы, в 89-м году я познакомился с Лениным Это мой старый друг, то есть, как бы, реально существующий человек, у него фамилия такая, вот Ну, Ленин уже к тому времени уже панковал, уже, то есть, его на пушке, ну, я, так вот, был уже немножко припанкован, ну, и завертелось, понеслось Ну, дальше больше, то есть, как бы, там, 90-е года, там, 93-й год, может, усилий вовсю Там, на музей, на музей революции, там, на музей Ленина, там, на той же Пушкина, Китай-городе, ну, где, где нас только не было, центр был, весь центр был наш, вот Ну, и как-то вот так вот, собственно говоря, все шло, 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 шло Я считаю, что, в принципе, панк-движение изначально, как бы, это протест и бунт, то есть, как бы, если брать даже истоки, то есть, как бы, панк-движение, то есть, европейское, то есть, британское, да, то есть, это изначально, бунт, естественно, да Мы шокировали обывателя, от нас шарахались, мусора нас забирали, пиздили, пиздилки с гопниками, обстригали, все по классике. В то время это было нормально, в то время панки могли за себя постоять, не было такого, чтобы при виде нескольких гопников панки разбегались. Наоборот, группировались, бились, пламывали гопником, умели за себя постоять. Да, это был протест, это был бунт, антисистем, чистой воды, съесть что-то недоеденное в Макдональдсе, нормально. То есть на глазах там обывателей, взять со стола, там что-то гамбургеры дожрать, ну, и все такое. Можно было и в помойку залезть, ну, веселились как могли. Нам было весело, мы себя ощущали свободными, и нам было по большому счету. Люди погрязли в мещанстве, в материальных благах, людей нужно шокировать. И хотя бы внешний вид направлен на то, чтобы шокировать людей, чтобы они поняли, что существует что-то духовное, а не только материальное благо. Сейчас это, ну, сейчас это не интересно, понимаете, когда ты идешь, как, как, посмотрите сами, то есть сейчас, сейчас вот эта нынешняя мода, вот эти вот драные джинсы, там, какие-то футболки в рок-стиле, там, в том же панк-стиле, там, да, там, пирсинг, там, да, вот эти причесочки, там, ирокезики. Мы за это, мы за это реально получали, блядь, по голове. То есть это был реально, то есть как бы, это был не только вызов, но этот вызов надо было, конкретно, то есть как бы, обосновывать. То есть ты знаешь прекрасно, что тебя могут вломить. А сейчас, то есть, как бы... Сейчас я смотрю на них, хочешь покраситься – иди покраситься, хочешь постричься – иди постричь, как хочешь. Косуху купить, хоть проклёпанную, уже любую футболку. То есть это все уже стало комменцией, ну, это не интересно. То есть это зарабатывание денег на тебе, а мне не нравится, когда на мне зарабатывают деньги. И, соответственно, я смотрю на нынешнее поколение. У них нет этого протеста, для них это просто мода. Они ходят чистенькие, они живут с мамами и папами, на мамины и папины деньги. И, собственно говоря, какие они панки? Да и музыки, и панк-рока сейчас такого нормального нету. То есть все, что сейчас есть, современная музыка, ну, по крайней мере, у нас это то, что делалось лет 20 еще назад как минимум. Ну, нету ничего такого, что да, может. Так что какие-то коллективы, которые можно сказать, ну, да, пиздацы, всегда можно сказать, ну, да, это да. Ну, прикольно, да, но это вот похоже на тот. А помню, я там, блядь, 20 назад, подобное, там, слышал распознение там тех-то. Вот и все. Группа «Пикбаст», если говорить о ней, то есть, как бы, да, о моем участии в данном коллективе, то есть, как бы, я там был в качестве басиста. Вот, уж не знаю, насколько у меня это хорошо получалось, не мне судить, ну, вроде никто не жаловался по крайней мере. Ну, у меня просто, то есть, как бы, был момент, то есть, когда коллектив существовал до того, как я там появился, там был другой басист, ну, он как-то немножко как-то слился, ну, что-то забил на это дело, я уж не помню по каким. Ситуация, меня просто пригласили, то есть, сказали, типа, «Змей, ты можешь, ты вроде как на басу играешь, давай, типа, с нами». Ну, а почему бы и нет? Ну, в принципе, вот мое участие, то есть, как бы, это вот, в качестве басиста, там, на всех концертах, то есть, «Пикбаст». Я, то есть, исполнял своего, так сказать. Исполнял своего, так сказать. Ну, в принципе, было весело, было прикольно, были нормальные концерты, там, да, то есть, как бы, там, были полные, были постоянно забитые клубы, то есть, было много народу, там, да. Ну, реально, то есть, было интересно и мне, и было интересно людям, то есть, как бы, было, ну, реально, реально, было просто весело, было… Какое там занятие, какое там работа. Потому что работать, все-таки, все равно надо, сидеть на шее у родителей, это плохо. Я не общаюсь ни с Трубером, то есть, как бы, там, Вова Белый, насколько я знаю, тоже как-то от музыки уже отошел, да. Ну, то есть, как бы, все, как говорится, как-то, разбрелись, кто куда-то. После «Пикбасов» у меня был свой проект, свой коллектив, в котором я уже был, собственно говоря, на вокале, то есть, как бы, исполнитель и автор текстов, это была группа «Знак вопроса». Ну, а, как бы, в принципе, теоретически она еще, как бы, существует, потому что о ее распуске я не объявлял, вот, то есть, пока я жив, «Знак вопроса» жив. Вот, ну, просто, опять же, с 2008 года у нас не было концертов, по той же простой причине, что, то есть, как бы, банально, ну, не с кем играть. Ну, и немножко, как бы, перегорело, знаете, ну, как бы, уже немножко неинтересно стало, вот. Ну, и «Знак вопроса» это был уже немножко не совсем панк-рок, я бы даже сказал, совсем не панк-рок, то есть, это было, это, как бы, ближе к музыке рабочих окраин, рабочих парней, вот, как бы, ближе к скинхэдам, к футбольным фанатам, то есть, как бы, вот. А все, как-то так вот. Я участвовал в акции МБП, проведенной в Латвии, и был там, и провел там незабываемых 7 месяцев в тамошней тюрьме, за незаконное пересечение границ вместе с несколькими соединениями. Это была акция, она четко направленная на защиту русских на данной территории. И, в принципе, я считаю, что, то есть, как бы, на тот период, то есть, как бы, МБП была единственной организацией, которая хоть что-то, хоть что-то делала, а не малого языка. То есть, вспоминая, до этого была у них акция в Севастополе, то есть, теперь Крым наш, у меня куча знакомых, которые участвовали в этой акции в Севастополе. Ну, и я с ними общаюсь, и говорите, ребята, Крым наш, а почему у вас в Крыму до сих пор хотя бы домиков нет, там, в Коктебеле, рядом с заводом коктебельским. Ну, то есть, как бы, тогда, то есть, как бы, от нас, как бы, немножко отвернулось наше правительство, наше государство, что за Севастополь, что за Рижскую акцию. То есть, то, что мы делали тогда, сейчас это делает государство, сейчас это делается, то есть, как бы, с воплями, там, с каждого экрана, то есть, как бы, там, с пены в уртах. Так что, мы были первые, кто этот вопрос ставил бы четко и четко что-то делал, хотя бы что-то. Да, я понимаю, то есть, да, можно сказать, что, как бы, там, как бы, глупо, там, да, смешно, как бы, нелепо, но, тем не менее, это хоть что-то, это хоть какое-то действие было вместо простого, будем, трепания языком. То есть, как Жириновский орал, блин, что, типа, у него, там, две дивизии, он только, он только вякнет, они тут же границу перейдут. Он до сих пор, вопит, мы все знаем же, Владимира Вольфовича, какой он говорит. Я предпочитаю, то есть, как бы, я отношусь к тем людям, которые предпочитают меньше слов, больше делать. То есть, как бы, болтать умеет и дурак, на то он и язык. Это строчка из текста знакового образа. У всех свои идеи, у всех, у каждой придерживается своей идеологии. И тот, кто говорит, что никакой идеологии не придерживается, он просто пиздец. Вот, я придерживаюсь правых взглядов, как бы, ну, я, как говорится, мне пофиг, кто придерживается другим. У меня есть мое мнение, у кого-то другое, если кому-то мое мнение не нравится, это уличные трудности. Я готов за свое мнение, то есть, как бы, обосновать, пояснить, доказать, рассказать, показать. Как бы, в плане, в плане идеологичности панк-рока, но мы знаем, мы знаем кучу коллективов панковских, которые придерживались и как левых идей, так и правых идей. А политичности в нашем мире современном не существует. Нельзя быть вне политики, это нереально. То есть, либо-либо. Потому что политика, она, она вот вокруг, она бытовом уровне, она все равно существует. То есть, там, кто-то, возможно, там, не орет зихай, но при этом, то есть, там, привить всевозможных, так сказать, незваных гостей на наших улицах, говорит по наехалу. Но при этом, то есть, как бы, там, при слове, там, при упоминании имени Гитлера, там, брызжет все равно и орет, что Гитлер – это плохо. Но при этом эти люди совершенно спокойно могут орать, там, чулки, вот, понаехали. Как бы, мне проще, то есть, как бы, я не ору, чтобы наехали, ну, нафиг орать. Вот, меньше слов больше.